Как улучшить свое самочувствие, сделать это очень быстро. Об этом я сегодня буду говорить, с чего необходимо начинать лечение. Как выбрать себе препараты компании Тибетская Формула. Также отвечу на те вопросы, которые у вас есть. Итак, вопрос номер один. Постоянная к вечеру изжога, пока не выпью соды или съезжу в Ригу. Съезжу в Ригу, непонятно. А, ужас какой. Это девочки понимают, а мальчики нет. Итак, в случае, если у вас изжога, и она на протяжении дня вас начинает мучить, знайте, у вас, скорее всего, в крови поднимается глюкоза. Это говорит о том, что вы, скорее всего, употребляете большое количество глюкозы, и ее необходимо убрать. Дальше, по поводу глюкозы я хочу вам сказать. Скажите, кто у нас самые большие любители сладкого? Дети. Дети, конечно. Дети. В случае, если дети любители сладкого, вы должны знать, что происходит. Когда человек употребляет глюкозу, глюкоза не до конца расщепляется, она должна пройти расщепление инсулином. Обычно инсулина недостаточное количество, и глюкоза может превращаться в гликогированный гемоглобин. Обычный гемоглобин, я очень условно это все рассказываю. Обычный гемоглобин – это эритроцит, к которому крепится молекула кислорода. А гликогированный гемоглобин – это эритроцит, к которому прикрепляется молекула глюкозы. Таким образом, такая молекула, она попадает в кровь, и за счет этой молекулы начинает формироваться С-реактивный белок. Когда у человека переизбыток глюкозы, у него появляется С-реактивный белок, и это в дальнейшем может привести к тому, что у человека появляются боли в суставах, артриты, подагрические заболевания. Также это очень снижает иммунитет, так как сама иммунная система, она основывается на работе легких прежде всего. Основа нашего иммунитета – это тимус, а также основа нашего иммунитета – это легкие. Скажите, когда ребенку не хватает, сколько необходимо ребенку воздуха? Больше, чем взрослому или столько же? Давайте я отвечу. Как правило, больше. Почему? Дети более активные. Таким образом, когда легкие открываются и в легкие попадает кислород, то активируется иммунитет человека. Как сделать так, чтобы иммунитет человека активировался? Об этом сегодня обязательно расскажу. Таким образом, в случае, если мы ребенку даем глюкозу, или ребенок очень активно съедает глюкозу, или любит глюкозу, то вы должны знать, что это чрезвычайно и очень активно снижает его иммунитет. Первое, как необходимо работать с детьми – уменьшить количество глюкозы, увеличить количество поступаемого в квартиру кислорода, увеличить физические нагрузки. Теперь рассмотрим наши квартиры, в которых наши дети живут. Физические нагрузки отсутствуют. Кислород или притоки кислорода в связи с тем, что активный отопительный сезон отсутствует, количество глюкозы увеличено. И после этого дети начинают болеть. Да, так и должно быть. Как активировать иммунитет? Как ни странно, в рацион питания ребенка нужно ввести в большом количестве жиры. Причем жиры лучше растительного происхождения. Жиры, причем растительного происхождения. Какие я рекомендую? Можно животного происхождения в случае, если это сливочное масло. Исходя из знаний тибетской медицины, я могу сказать, что тибетская медицина описывает или говорит, что легкие питаются исключительно жирами. Странный такой вывод. Тем не менее, я могу сказать, что один из лучших способов лечения бронхита это питье теплого чая с добавлением сливочного масла. Вы, наверное, знаете об этом. Причем достаточно эффективно. Также вы, наверное, читали какие-то статьи, которые в медицинских журналах или в целительных каких-нибудь изданиях улучшения здоровья. Там, где описывается о том, что туберкулез или тяжелейший бронхит, инфиземы это все необходимо лечить с добавлением животных жиров, там, борсучего жира или еще какого-то жира. И там огромное количество историй с этими темами связаны. Согласны с этим? Таким образом, что нужно убрать у ребенка? У ребенка необходимо убрать сладкое. Вы представляете? Конечно, если у ребенка сладкое и неподвижный образ жизни, то ребенок, скорее всего, будет плохо себя чувствовать. У него будет снижаться иммунитет. У него будет появляться плаксивость. Гемоглобин гликигированный, который не будет отфильтровываться, будет приводить к тому, что он будет очищаться почками. На этом фоне будет происходить спазмирование сосудов. Это будет приводить к фигитососудистым спазмам. Ребенок станет более агрессивным, а также ребенок станет более импульсивным, лоббильным. То есть у него будут перепады настроения и в дальнейшем склонность к апатии и нервным состояниям. И что необходимо в этот момент давать ребенку? Необходимы препараты, поддерживающие функциональную деятельность почек раз. Это препараты Ренокс. Необходимы препараты, которые будут поддерживать работу выделительной системы, среди которой на первое место можно поставить еще и работу кожи, так как работа кожи у ребенка достаточно эффективна, в отличие от взрослого. Почему? Потрогайте наших детей. Они 5 минут бегают, зато потеют, как будто попробуйте потрогать человека, который... Попробуйте провести такие исследования. Потанцуйте вместе с детьми. В тот момент, когда вы потанцуете 2 минуты с вашими детьми, то ваши дети вспотеют, и их кожа станет влажной. В отличие от нас. Мы обычно не потеем. И тут вопрос, что же это такое? Это работа кожно-выделительного дыхания, которое есть у человека. Возможно, сейчас говорю неправильно, но для меня не является это задачей. Таким образом, в случае, если кожа не дышит, то у ребенка теряется состояние выделительной деятельности. Если у человека не дышит кожа, то человек нагружен токсинами. Скорее всего, его иммунитет находится в трагичном состоянии. Чем же можно помочь человеку? Я могу дать вам совет. Для того, чтобы заставить кожу нашу дышать, я могу дать совет обтираться заварами лаврового листа. Или отварами лаврового листа. В случае, это один из самых знаменитых советов, который когда-либо давал. Объясню, что это такое. Именно лавровым листом поставили на ноги в свое время Илью Муромца, который, как известно, никак не ходил и чувствовал себя плохо. Во многих аюрведических учебниках лавровый лист, ему поклоняются, о нем очень много говорят. И говорят о том, что это очень лист, который связан с Богом Кришной. Что если человек омыть лавровым листом, то человек становится красивым, и у него появляется огромное количество сил. Для кого-то, наверное, это будет шоком немножко, но даже олимпийская сборная в Китае в ходе использования душа добавляет растворы лаврового листа в ходе того, когда гимнасты или другие спортсмены купаются под душем. Почему? Считается, что это увеличивает физическую силу. На самом деле это не увеличивает физическую силу, это просто дает физический тонус телу, и тело начинает хорошо дышать. Очень рекомендую это сделать несколько раз со своими детьми. Очень рекомендую. Как завар сделать? Его нет необходимости пить. Такой завар делается следующим образом. На 1 литр 1 столовая ложка измельченного лаврового листа. После этого этим лавровым листом можно взять губку и просто обтереть себя. Через 2 минуты смыть это все. На что это дает? Очень мощный тонус. Тело ощущает такой компонент, как энергия, какие-то внутренние силы, подъем настроения. Тибетская медицина вообще говорит о том, что в большинстве своем человек получает инскую пищу, живет в инской системе. Что это такое? Это отсутствие трудностей, отсутствие физических напряжений, отсутствие холода. И человек все время живет в таком инском состоянии. И большинство из заболеваний, которым подвержен человек, это заболевания, которые исключительно сформированы на фоне проявления инской энергии в человеке. Тибетская медицина говорит, что если человек хочет чувствовать себя лучше, он должен утро начинать с того, что он выпивает чай из имбиря. Или чай из имбиря. Таким образом происходит выделение или появление внутреннего тепла, выделение желчи, улучшение кислотности желудочно-кишечного тракта. Особенно хорошо это принимать тем людям, у которых сниженная кислотность желудка. Я могу сказать о том, что у большинства людей, как ни странно, более сниженная кислотность, чем более повышенная. Так люди, которые постоянно ощущают состояние изжоги, как написала женщина, я не понимаю, что это такое. А также ощущение дискомфорта в области кишечника. Это, как правило, вот до такого доходит в тот момент, когда не высокая кислотность, а сниженная. Сниженная кислотность ощущается человеком гораздо ярче и гораздо дискомфортнее. Именно поэтому такую кислотность необходимо восстанавливать. Сниженную кислотность очень легко восстановить, если человек не соду принимает, а если человек пьет обратку, как это называется, я не знаю, молока. То есть молоко, из которого сыворотку молочную, молоко, из которого изъято творог или отцеженное. Также очень рекомендую прием цитрусовых в любом количестве. Прием цитрусовых в любом количестве – это мандарины, лимоны, грейпфруты. Я вообще считаю, что грейпфруты – это находка для человечества. Также я хотел бы сегодня чуть-чуть рассказать о новом препарате. Он без этикетки, но его уже можно заказывать. Он до послезавтра будет у нас в интернете выложен. Я специально сделал пробиотик для детей, который будет называться лангин. Лангин. Что это такое? В случае, если у ребенка ангина, достаточно один раз брызнуть ему в носоглотку, в гортань, в рот и после этого в нос, чтобы это все купировать. Имеет вкус ванили, на вкус сладкий, совершенно как водичка, немножко скользкий. У взрослого купируется воспаление носоглотки на протяжении 40 минут, у ребенка на протяжении 20. То есть как бы ни болело ваше горло, через 20 минут оно не болит. То есть это препарат, который фактически является одним из самых мощных пробиотиков, который изготовлен из 100% компонента лизоцин, изготовленный нашей компанией в небольших количествах. Поэтому можно им пользоваться. Он очень профессионально создан, работает мгновенно. То есть вот есть здесь люди, у которых есть проблема носоглотки. Я могу передать им, ну иди я тебе дам. И сейчас ты брызнешь себе в рот или в нос, и через 10 минут мы у тебя спросим. Эх, а у кого сейчас болит? Вот сейчас проведем такое исследование. Вы сейчас брызнете, а мы через... Нос пойдет, да. Мы через 20, через засечем время. Сейчас у нас 12.20. И через 10 минут, обычно он 10 минут, очень неприятно, я понимаю вас. Через 20 минут мы у нее узнаем и в горло, и в горло себе. И в горло, да, тоже два раза. Сколько раз в день? Обычно одного раза в день достаточно для того, чтобы купировать и убрать воспаление носоглотки. Одного раза. Скажите, это легче, чем смазывать? Естественно, я это сделал для детей, потому что он больше подходит детям. Почему? Его маленькая дозировка во время использования. Также я сделал вкус ванили. Вкусное? Ванилью пахнет? Да. Вкусное, приятное, но оно немножечко печет. Дети с удовольствием его принимают. Детям это очень нравится, очень рекомендую это использовать. В ходе лечения можно использовать очень удобно, можно ли вывести лямбли и кандиду ребенку 11 лет, аллергия, есть ли рецепт. Можно ли это сделать с помощью питья завара лаврового листа, какая дозировка. Давайте еще раз скажу. Я совершенно не советую пить лавровый лист. Если заваривать лавровый лист, то это является ядовитым веществом. И человек может умереть, так как это проявится в виде реактивного панкреатита и тяжелейшего отравления организма. Поэтому по поводу пить лавровый лист давайте еще расскажу. Я этого делать не рекомендую. По поводу обмывания лавровым листом детей для того, чтобы были силы. Я за. Нужно вот так нажать его. Вот так как-то нажать. Дальше. Как можно помочь ребенку, у которого есть аллергия? Я очень рекомендую. Надо нажать. Надо вот так двумя. Я уже поняла. Все поняла. Необходимо ребенку помочь следующим образом. Если ввести в рацион питание ребенку кальций цитратной формы, то на протяжении одного месяца у ребенка исчезают аллергии. Таким образом можно очень с легкостью помочь такому ребенку. Дальше. По поводу гипертонического заболевания. Андрей Андреевич, подскажите, какие препараты принимать при гипертонической болезни? Я могу посоветовать два препарата нашей компании. Спасибо. Два препарата нашей компании. Это препарат Сурактам и препарат ЕМА. Препарат ЕМА по одной чайной ложке два раза в день. Препарат Сурактам по одной чайной ложке два раза в день. По поводу лямблиоза, который якобы есть у ребенка. Если это достоверная информация, то лямблиоз убирается. если принимать препарат, который называется популин, по одной чайной ложке два раза в день. Это препарат, созданный на основе экстракта осиновой коры, очень рекомендую использовать. Есть народный способ, я о нем сегодня рассказывал. Если ребенок родился с вывихнутыми бедрами, у него есть дисплазия от азобедренных суставов, то необходимо по размеру ноги, немножечко больше, взять осиновую палку и положить с той стороны, где у ребенка, в кровать, с той стороны, где у ребенка есть вывих бедра. И сделать так, чтобы он с этой палкой спал не менее полутора лет. И после этого выравнивается. Знаете, это все очень смешно вот так вот и очень средневеково все выглядит, но я могу вам сказать, что большинство таких систем, они почему-то очень неплохо действуют. И почему-то очень хорошо работают. Так есть целые поклонники моих методов, о которых я когда-то рассказывал. Это в случае, если почки не работают или болят почки, носить на левой руке на мизинчике железное кованое колечко или железную проволочку. Если болит, если поясница болит или позвоночник болит, носить зеленую ниточку. Кому-то помогла эта зеленая ниточка, сотни человек писали мне об этом. Что вам сказать? Видите, средневековые вот такие какие-то способы, тем не менее, достаточно эффективные, достаточно хорошо работают. Откуда вы их взяли, это уже другой вопрос. Сейчас продолжим. Скажите, пожалуйста, что принимать моему отцу возраст 78 лет с воспалением легких и кровохарканем? Этому человеку необходимо проводить ингаляции. Какие ингаляции? Необходимо взять три препарата моей компании. Это препарат канцеромидин, препарат ванадий и препарат германий. Канцеромидин, ванадий и германий. Взять по одной чайной ложке этих жидких препаратов на один стакан воды. Данный стакан воды использовать в дальнейшем как раствор для ингаляции. Ингаляцию необходимо использовать вот в таком компрессоре. Вот в таком компрессоре. Они имеют разный выпуск или разную форму. Обычно наливается вот в такую чашечку, наливается раствор, о котором я сказал, закрывается. И человек начинает включать и начинает дышать. Не обязательно, чтобы маска лежала на лице. Можно сделать так, чтобы маска парила на расстоянии 2-3 см от лица. Не обязательно этим дышать. Также в случае, если у вас ингаляция вызывает кашель, отодвиньте маску так, чтобы не раздражать. Легкие и дышите так, чтобы вот такого активного компонента, который раздражает легкие, в такой высокой концентрации в легкие не попадал. Таким образом, очень рекомендую использовать такую ингаляцию. Также, как сделать так, чтобы на протяжении года не болеть вирусными заболеваниями никакими. Могу вам сказать, что тот человек, который не болеет вирусными заболеваниями ни в каком виде. Почему? Два раза в год или три раза в год я специально провожу для себя процедуры. В этих процедурах я использую три компонента моей компании. Ванадий, Германии и Серебро. Я беру три компонента Ванадии, Германии и Серебро по одной чайной ложке. Развожу их в стакане одного стакана холодной воды. После этого использую для ингаляции. Делаю ингаляцию 10 минут каждый день на протяжении 7 дней. Этого достаточно обычно, чтобы избавиться от всех форм герпевирусных инфекций, которыми может болеть человек. 10-дневного курса достаточно. Также 7-дневного курса достаточно. А также помочь нашему организму улучшить состояние нашего иммунитета. Могу сказать, что это потрясающий метод. Он очень эффективный. Также периодически я это делаю, помогаю своим детям. Делаю ли это бездумно? Нет. Есть ряд исследований. Есть ряд исследований, которые... Есть ряд исследований. Вот таблица. Учет реакции проводился через 48 часов при наличии цитопатического действия вируса в контроле. По задержке цитопатического в лунках с препаратом. Это тройной препарат в Анадии и Серебро и Германии. Таким образом, как видим из таблицы, нами выявлена антивирусная активность в отношении вируса герпеса второго типа и такого типа. У всех изучаемых препаратов в разной степени. Препарат, состоящий из кобальта плюс Германии плюс Серебро, проявляет наиболее выраженную активность. Он подавляет репродукцию вируса в 100 раз больше, чем препараты золоса. Золото снижает титр вируса на 1,5, а препарата серебра на 11. Получается, три компонента увеличивают деятельность препаратов в 100 раз. Видите, вот таблица, здесь фотографии крови. То есть нельзя сказать, что то, чем мы занимаемся, это исключительно фантазии психически больного человека лысого. Это все исследования, которые мы проводим. После этого пробуем делать более активные компоненты, пробуем к этому подходить с позиции все-таки инноваций, новых технологий и так далее. Все получается. Могу сказать, что такие препараты можно использовать. Это препарат кобальт плюс Германии плюс Серебро. Для того, чтобы убрать все компоненты вирусных нагрузок, которые есть в нашем организме, включая герпетические вирусы. Как известно, человек болеет 21 наименованием герпевирусной инфекции, 6 из которых или 7 из которых называются торч-инфекциями. Таким образом, для того, чтобы убрать у себя эти вирусы, которые, как известно, находятся в каждой клетке, была придумана система ингаляции. Почему? Так, связывая с гемоглобином, данные компоненты, которые аэрозольно вбрызгиваются в легкие, попадают в каждую клетку на протяжении всего лишь одной минуты. Таким образом, можно сказать, что орошение мелких сигнатур данных компонентов, которые орошают легкие, попадают в кровь мгновенно и проникают в каждую клетку через мембраны межклеточные. И выполняется это посредством микрокапиллярной аккомодации. Давайте теперь на русском разговаривать. Дальше. Меня тоже ребенку 4 года. С утра резкий запах изо рта, похожий на ацетон. В случае, если у ребенка резкий запах, похожий на ацетон, ребенку необходимо начать давать слабительные препараты. А также этому ребенку необходимы горечи. Я рекомендую грейпфрут. Что необходимо убирать? Огурцы, помидоры, мясо жареное, жареные продукты, сладкое в любом виде. Что необходимо давать? Горчицу, имбирь. Также необходимо наблюдать и смотреть на тем, чтобы у ребенка был постоянно стул. А также очень хорошо дать этому ребенку небольшое количество слабительного. Я рекомендую использовать магнезию, но только по щепотке, немножко. Кстати, один из способов убирания аллергии у человека, это использование магнезии, горечи. Каким образом? По одной щепотке рассасывать во рту, это убирает аллергическую реакцию. Допустим, отек винки на протяжении, без преднизолона, на протяжении 4 дней. Конечно же, если очень активная форма отека, я рекомендую все-таки обратиться к врачу и пройти курс дезинтоксикации антигистамины, которые назначат реанимацию. У ребенка один месяц калики в животике. Мама кормит грудью. Как от них можно избавиться? Большое спасибо. Необходимо посмотреть, чем должна питаться мама в один месяц. Такая информация есть в интернете. Также у мамы должно быть обильным питье. Обычно в случае, если у мамы питье не обильное, то у ребенка могут появляться калики. Именно поэтому кормящей матери необходимо принимать жидкости больше, чем она употребляет в обычное время. Также я могу сказать, что многие люди употребляют питье во время употребления пищи и после употребления пищи. Я могу сказать, что делать этого ни в коем случае нельзя. В случае, если человек хочет попить, он должен начать свое употребление рациона пищи со стакана воды. Причем воду необходимо использовать такую, чтобы она имела немного сладкий вкус. Вы знаете, наверное, о чем я говорю. То есть есть такие сорта воды, которые имеют непременно небольшое количество сладкого вкуса. Есть вода, которая не имеет ярко выраженный эффект. Но я могу вам сказать, если найти воду, которая имеет сладкий вкус, и выпивать по стакану воды перед каждым приемом пищи, то на протяжении одного месяца вы уберете у себя гипертоническое заболевание сердца. Скажите, это легче, чем лечить гипертонию? Где же ее взять? Из украинских вод, которые у нас здесь продаются, называется украинская точка.юа. Прямо на бутылке написано. Или киевская точка.юа. Прямо так вот называется. Она в аптеках или в магазинах? В магазинах. Можно в магазинах купить. Можно ли пить напиток имбиря при заболеваниях, камнях в желчном? Да, можно. Это совершенно безопасно. Чем можно растворить камни в желчном? Наша наука обычно говорит, Андрей Андреевич, нельзя никак растворить камни в желчном пузыре. Я могу вам сказать обратное. Я являюсь тем человеком, у которого после перенесенного заболевания лимфогранулематоз и 12, чуть-чуть больше химиотерапий, со временем появились камни в почках, со временем появились камни в желчном пузыре. И чем я это все убирал на протяжении какого-то времени? Я принимал препараты, даже не препараты, а принимал просто каждый день, через день, когда только мог, вареную свеклу. Мне это посоветовали делать. Я могу вам сказать, что на протяжении года исчезли камни в желчном пузыре. Это было очень мягко, в естественной форме. Оказывается, свекла это тот продукт, который очень в мягкой форме убирает. Вареная свекла мягко убирает у человека камни в желчном пузыре. Вареная свекла еще и снижает у человека холестерин. Поэтому очень рекомендую человеку употреблять вареную свеклу. Вы, наверное, даже читали, есть такая информация о лечении онкологических заболеваний путем применения сока свеклы. Я могу сказать вам, что если онкологическое заболевание вызвано тем, что предварительно был атеросклероз, то свекла может помочь убрать атеросклероз. То есть у человека, скорее всего, онкология не вылечится, а вот симптом онкологического заболевания, обширный атеросклероз, уйдет. И человеку, скорее всего, это поможет, возможно, высвободить новые какие-то дополнительные ресурсы для борьбы с самим онкологическим заболеванием. Я могу вам сказать, что есть трава крапива, она имеет очень выраженное противохолестериновое действие. Хотя говорят, что крапивой вылечиться невозможно и так далее. Я могу вам сказать, что крапива снижает холестерин быстро. Также является, говорят, от нее кровь густая становится. Я согласен. Во время применения крапивы у человека растет гемоглобин, потому что в крапиве находится большое количество железа. Тем не менее, крапива убирает спазмы сосудов, высвобождает из сосудов холестериновые бляшки, убирает холестерин, снижает холестерин. Противопоказания никаких. Как заваривать 1 столовая ложка на 1 стакан воды? Я могу сказать, что если человек вместо чая начнет пить крапиву, то 100% только за счет этого он может прожить 100 лет свободно. То есть начать чувствовать себя хорошо можно прямо с завтрашнего дня. Если ввести в рацион питание просто грейпфрут и крапиву. И свеклу, и обмывание просто обычной заваренной лаврушкой. И все дешево оказывается. Подскажите, пожалуйста, очищение панча карма. 16 день, не 35. Обычный цикл менструации 5-6 дней. В этом месяце идет 11 день. Подскажите, что это? Наш курс панча карма рассчитан на дезинтоксикацию организма по системе юрведической панча карма. В ходе использования данного курса необходимы определенные условия. Какие? На протяжении одной недели человек принимает вот эти препараты панча кармы. Все это время он каждое утро выпивает 2 столовые ложки оливкового масла. Также производит в субботу или воскресенье промасливание тела. И после этого прогревание тела для того, чтобы токсины выходили. Чем можно заменить промасливание? Ничем. Нужно делать промасливание, прогревание. После этого можно обмывание с лавровым листом делать. После того, когда человек обмылся лавровым листом, он должен обязательно смыть с себя все это. Вытереться теплым полотенцем. И после этого отдохнуть. Также в случае, если у человека нет стула, он должен следить во время проведения панча кармы, чтобы у него стул был обязательно. Поэтому если стула нет, то необходимо принимать магнезию для того, чтобы сформировать слабительное действие. В случае, если все эти компоненты выполняются правильно, как я сейчас сказал, то никаких осложнений со сбоем гормонального ритма, а также с увеличением веса или еще чем-то наблюдаться не будет. В случае, если это выполняется неправильно, и панча карма выпивается просто как препарат, то у человека может появиться увеличение веса, а также ухудшение гормонального фона, ну и так далее. Поэтому я очень... Почему? Препараты нацелены на высвобождение токсинов, а организм должен эти токсины самостоятельно выводить из себя. В случае, если они не выводятся, они вторично перерабатываются или вторично усваиваются, это является вторичным отравлением, вызванным предварительным высвобождением данных токсинов из органов, для того, чтобы их обратно вновь, вернее, положить на прежнее место, где они ранее находились. Поэтому я очень рекомендую все-таки послушать тот видеосеминар, который назывался «Панча карма», который выложен в интернете, и еще раз внимательно послушать мои рекомендации по употреблению данного продукта. «А при варикозе можно пить крапиву, если она сгущает кровь?» Да, вы представляете, при варикозе нужно пить крапиву, потому что варикозное расширение вен связано с отсутствием тонуса в гладкой мускулатуре вашей вены, а крапива имеет ярко выраженный сжимающий эффект. Кстати, я могу посоветовать, в случае, если у человека есть варикозное расширение вен, то можно полечить человека нашим препаратом «Легка хода», также препаратом «Канцеромедин», а также препаратом «Вариковозиновая мазь». Также я очень рекомендую убрать большие узлы варикозного расширения вен, которые можно убрать исключительно, принимая препараты кальция. По-другому никак. Нет кальция, вены расползаются. Есть кальций с венами, все в порядке. Итак, второй вопрос. Каким образом победить? С чего необходимо начинать лечение? С каких препаратов компании «Тибетская формула»? Я хочу еще раз вернуться к тому семинару, который я недавно проводил. Я говорил, что человек болеет не с варением и недостаточностью желудочно-кишечного тракта. Если взять человека, который чем-либо болеет, совершенно чем-либо, и после этого сделать капрограмму его кала, то после этого выясняется, что любое заболевание сопровождается неусваиваемостью элементов, которые находятся или которые употребляет человек. Неусваиваемостью продуктов лечения, неусваиваемостью продуктов питания, неусваиваемостью витаминов. С чем это связано? Это связано с генетической модификацией продуктов питания, смешиванием продуктов питания между собой. Я могу сказать вам, что я достаточно здоровый человек, снова яко, и очень извиняюсь за это. Но почему-то, путешествуя в разных странах, я могу сказать, что в одних странах вздувается кишечник, а в других странах не вздувается. Так, допустим, путешествуя в Венгрии и будучи на территории Украины, я обращаю внимание на то, что кишечник вздувается постоянно. Я так предполагаю, что это связано с какими-то сорбентами или компонентами, или, возможно, даже с добавками, которые добавляются в пищу или в воду. За счет этого ухудшается работа желудочно-кишечного тракта. Когда переезжаешь в другие страны, Германия, Черногория, где я еще был, в Египте в этом году я был, в Испании, в Греции, то ощущение вздутия кишечника исчезает мгновенно. С чем это связано? Это связано, видимо, с водой, которую потребляем мы. Или вода недостаточно хорошо обрабатывается, или изменены технологии обработки воды. В общем, я считаю, что это связано с какими-то органическими, экологическими состояниями. Причем, чем дальше едешь на юг, тем ухудшается состояние желудочно-кишечного тракта. Чем дальше на запад Украины, тем улучшается состояние желудочно-кишечного тракта. Так, если поехать в Трусковец, то легче, а если в Николаев, то хуже. Вот, к сожалению, вот такой вот нюанс. Естественно, могу сказать, что, по моему мнению, начинать необходимо с восстановления желудочно-кишечного тракта. Обычно люди говорят, нужно глистов лечить, все, глисты нас съедают. Нет, нет. Дело в том, что если вам давать препараты какие-либо, которые могут от чего-либо вылечить человека, то они должны усваиваться. Они не могут усваиваться нашим организмом, так как наш кишечник не усваивает. Есть печеночная недостаточность, которая приводит к циррозу. Есть почечная недостаточность, которая приводит к фиброзам почек, а также в дальнейшем к диализу. Есть селезеночная недостаточность, которая может привести к изменению состава крови. Есть щитовидная недостаточность, которую мы знаем как гипофункция щитовидной железы. Вы же понимаете, это все заболевания. Так есть недостаточность кишечная, когда кишечник почему-то не усваивает. Именно поэтому человека, когда забирают в реанимацию, ему не дают перорально принимать препараты. Ему препараты начинают вводить напрямую в кровь. Почему? Так как его кишечник, скорее всего, не способен усваивать данные препараты, из-за того, что он находится в критическом состоянии, пораженный большим количеством бактерий, токсинов, еще чего-то. Согласны с этим? Тогда с чего необходимо начинать вообще лечение? Лечение необходимо начинать с детоксикации кишечника и приведения его в состояние полной боевой готовности к дальнейшему лечению. Что необходимо принимать? Я еще раз скажу эти три препарата. Первый препарат – антитокс. По одной чайной ложке три раза в день. Это сорбент, который создан из аэросила, особо очищенного, производящийся нашей компанией, не калужский, а украинский уже наш. Который выполнен в виде пасты с добавлением небольшого количества нитрата аскорбиновой кислоты. Из-за этого он имеет небольшой кислый вкус. А также инулина, который может контролировать состояние глюкозы. Второй препарат. Чем это все можно запивать? Это необходимо запивать одной чайной ложки коалина на один стакан воды. Таким образом происходит такая, я скажу, крупная ассорбация и мелкая ассорбация. Это как пилинг у женщин. Знаете, пилинг крупными какими-то частичками, а теперь пилинг мелкими частичками. После этого необходимы бактерии, а также необходимы компоненты, которые заставят наш кишечник сформировать собственный иммунитет. И это все можно приобрести, употребляя препарат Бактамакс, который создан как пломба, которую, допустим, стоматолог ставит человеку. То есть в ходе лечения зуба используется фреза, после этого лечение каналов. Это все коалин и антитокс. А после этого ставится пломба. Вот эта пломба – это Бактамакс. Таким образом человек выпивает антитокс, после этого коалин, и после этого две таблетки или три таблетки Бактамакса. Такой курс лечения человек проходит на протяжении одного месяца. Что должно произойти? Снижение отечности, снижение веса, улучшение общего самочувствия, улучшение работы общих систем. Скажите, кто-то принимал так препараты? Никто так не принимал. Эх вы, ты принимал. Ну что скажешь? Да, улучшается настроение, улучшается самочувствие. Отечность снижается, давление исчезает. У нас есть Светлана Гапонова, она оператор на нашем сайте aduiko.com. Употребляет четыре препарата в возрасте, я не могу сказать, но больше, уже больше 60, насколько я помню. Употребляет только три этих препарата. Это антитокс, Бактамакс, коалин. Также она принимает жирстресс, такой препарат нашей компании. На протяжении трех месяцев около 20 килограммов потеряла веса, жирстресс. Около 20, на протяжении трех месяцев около 20 килограммов. При этом, при этом, никогда в жизни не скажешь, что она там взрослый человек. Она танцует, поет с детьми, бегает, знаете, очень-очень это заметно. То есть, с чего начинала? Начинала так же, как все, то есть, принимала препараты, эффекта не было. После этого начинала принимать вот эти препараты, стала яркой поклонницей. Могу сказать, что налицо изменения и в сторону улучшения внешнего вида, и внутреннего вида, и общего физического тонуса, и так далее. Могу сказать, что это очень удачный курс. Сын часто чихает из-за... А, давайте спросим, как ваш нос? Нос... Ощущение анестезии. Ощущение анестезии? Да, да, да. Как вообще нос? Нос дышит. Дышит? Задышал? После, видите, лангин помог носу задышать. А у кого болело горло? И что сейчас? Не болит? Ну, видите. Я же говорил, 20 минут и боли нет. При этом здесь нет никакой анестезии. Вы будете удивлены завтра, когда утром проснетесь, и тех симптомов, которые наблюдаются у вас сегодня, завтра не будет. А теперь скажите, это минус для фармкомпании? Ну, конечно, это минус. Конечно. Только один спрей, который год можно использовать. Целый год. Он не портится. Его можно ставить в любое место. Носить с собой в сумочке очень несложно. И в случае, если ребенок заболел, он потом не продолжает болеть. Это нужно в детский садик поставить. И там, если кто-то чихнул, в нос побрызгать, и на этом все заканчивается. Очень эффективный препарат. Очень эффективный препарат. Могу сказать, что позавчера на ночь я не пью вообще молоко. Но с такой вот, так очень захотелось, такое бывает. И я вечером молоко пил, и пил его вместе с клубничным вареньем. И оно было холодное, потому что мужчина, люблю холодное молоко. И пил его вместе с вот таким вареньем. Естественно, утром проснулся с обложенным горлом, с больной носоглоткой. По одному разу брызнул, все. Через 20 минут ни боли, ничего. Ни вечером, ни на следующий день ничего. То есть это очень эффективный препарат. Мы это используем с нашими детьми. Он уже выходит в продажу. Будет называться лонгин. Используйте для того, чтобы убрать самые страшные какие-то лимфоузлы, гланды. В случае, если долго использовать, убирает гемороидальные узлы, а также полипы какие-нибудь и так далее. Очень эффективный препарат. Если за один раз не помогает, обычно в день можно 4 раза сделать, и утром проснуться уже здорово. Также рекомендую наш препарат назальный спрей эмбрионазин. В случае, если есть более тяжелые заболевания вирусной этиологии, с поражением носоглотки, эмбрионазин. В 3 года ломал нос, поставили. Сейчас 12 лет, до сих пор чихает и забитый нос. Необщительный, закрытый. Подскажите, пожалуйста, благодарю вас. Я могу сказать, что дети, которым начинают родители давать магнумцит-300, мой препарат, становятся очень быстро добрыми и хорошими. Я уже об этом говорил на прошлой лекции и рассказывал о том, что такое препарат магнумцит-300. Есть здесь родители, которые начали давать препараты магнумцит-300. И что скажете? Какие ниши стали с мальчиками? Истерики исчезают, дети становятся сосредоточенными, читают книжки, начинают объясняться, становятся более общительными. Могу сказать, что удивительный препарат магнумцит. Я также являюсь тем сторонником, который считает, что неусвоение и не получение препарата магния делает ребенка лобильным, психически нездоровым. И полностью дальше уже в разных направлениях ситуация может развиваться. То есть в случае, если ребенок склонен к депрессиям, он становится необщительным, скрытным. В случае, если ребенок больше склонен к импульсам каким-то, становится непоследовательным и конфликтным. Ну и дальше как карта ляжет. Таким образом, очень часто ребенку необходима помощь родителей, а не воспитание. Какая это помощь? Это помощь в виде комплексного лечения, терапии, введения магния в рацион питания. Но дело в том, что проблема магния заключается в том, что магний может усваиваться только в определенной форме. Я не говорю, что у нас самый лучший. Есть множество препаратов с высоким содержанием магния. Но я могу сказать вам, что в тот момент, когда я даю свой магний, я эффект вижу мгновенно. Как определить эффект, достаточно или нет? В случае, если у человека очень тяжелое опьянение, и на следующий день он себя чувствует очень плохо, это синдром отмены алкоголя, то если этому человеку дать магний, то у него все приступы, все симптомы алкогольного опьянения исчезают. Таким образом, можно утром просто 2 столовые ложки или 3 столовые ложки магния выпить, и после этого ты ничего не ощущаешь. Ты вновь здоровый, хороший человек. Таким образом, могу сказать, что очень удивительный препарат именно моей компании. Так как об эффекте магния знал раньше, но найти препараты, которые имели вот такое эффективное воздействие, практически их не было. Применение Magnum C300, исследования, которые проводились на протяжении длительного количества времени. В интернете выложена 5-часовая монография, где я объясняю о всех исследованиях, которые были осуществлены в ходе изготовления данного препарата, и в ходе проведения исследований, там всякие совершенно невероятные. Улучшение качества желудочно-кишечного тракта, убирание рефлюксов, убирание заболеваний гастритов у детей, улучшение состояния зрения, убирание состояния агрессии, ну и так далее. То есть очень-очень большой широкий спектр. Таким образом, я могу сказать по своим детям, когда детям начали давать Magnum C300, дети начали расти быстрее, стали послушнее, чем обычные дети. Дети ровные, в садик ходят сами, одеваются за собой, там взрослый ребенок в школе учится хорошо. То есть мы не нанимаем дополнительно тренеров или учителей, ребенок в 11 лет учится хорошо, в английском успевает, в математике успевает. Группы продленного дня хватает. При этом учится хорошо, на пятерке. Когда начали замечать, что ребенок утром стал вялый, это были первые признаки того, что утром необходимо давать еще и кальций. Обычно даем препараты 1 столовая ложка на ночь и 1 чайная ложка или пол чайной ложки кальция, цитра утром. Делаем это через день, делаем это 1 месяц, после этого 2-3 месяца не даем. Так производим несколько курсов, могу сказать, что эффективность очень яркая. Слизь везде в бронках, желудке, кишечнике. Что принимать? Поможет препарат нашей компании КФС вместе с препаратом Сурактам. Сурактам это препарат из 74 трав, целью которого является убрать слизь из организма. Это препарат антислизи. То есть где бы слизь ни находилась, в легких, носоглотке, кашель, ощущение будто в горле, везде слизь. То есть переизбыток слизи убирается введением горечи. В этом препарате Сурактам находится 74 горьких компонента. При этом, когда вы его будете принимать, ни один из этих компонентов вы не ощутите, так как сам препарат или сироп сладкий и вкусный. После его принятия просто на 1-2 минуты ощущаете немножечко горечь. Естественно, что добавляет слизи? Любые молочные продукты это слизь. Поэтому, если у вас много слизи, вам необходимо любые молочные продукты убирать. Также огурцы, помидоры, утка, свинина в любом виде. Это все добавляет слизь. Что уничтожает слизь мгновенно? Перец каенский, перец красный, перец острый, перец черный. Имбирь. Вяленая оленина. Не знаю, к чему это возьмем. Принимаю сушеную телячью печень. Как долго ее нужно принимать? Обычно где-то 3-6 месяцев. От жены за препарат эмбрионозин и инискарт. Спасибо, Андрей Андреевич, от жены за препарат эмбрионозин и инискарт. Очень много в свое время я получил. Вообще, компания получила признание в свое время. Начиная с продажи препарата инискарт. Каким образом это было? Обычно компаниям, которые открываются и продают БАДы, все относятся плохо. И когда я начал говорить о том, что я сделал из лекарственных трав посредством соединения компонентов, экстрактов, лекарственных трав, действующие вещества. И начал говорить о том, что БАДы это не витамины. В случае, если они сделаны из лекарственных растений, то они являются настоящими лекарственными БАДами. Почему? Ну, доказательство вот такое. Лекарственные травы, они называются лекарственными и приняты в нашей традиционной медицине как лекарственные компоненты. Все с этим согласны. Почему? У них название даже лекарственные травы. Также часть препаратов, которые принимает человек, они сделаны из лекарственных компонентов. В том числе антибиотики несинтетические, там ампицелин, допустим. То есть это сделано из плесени, производных плесень. В дальнейшем, когда люди начинают читать или получать информацию в интернете, и там говорят, что БАДы ими вылечиться невозможно, то я хочу задать, и врачи этого умудряются говорить, я хочу сказать такие слова. В случае, если БАДы сделаны не из лекарственных растений, то вылечить они, скорее всего, не смогут. Но в случае, если они сделаны из экстрактов растительных компонентов, которые являются лекарственными растениями, и внесены в реестр лекарственных растений наших стран, то этими препаратами можно вылечиться. Таким образом, если БАДы сделаны из лекарственных растений, они являются лекарственными БАДами. Согласны с этим? Таким образом, лекарственные БАДы могут лечить, нелекарственные БАДы не могут лечить. Вот в свое время я об этом начал говорить, и начал говорить, вот у кого есть заболевание аритмия, не принимайте препараты, которые убирают аритмию, а попринимайте препараты НСК. И это был фурор, я помню, в Винницу, там было несколько женщин, у которых тяжелейший климакс был, и была женщина, у которой была жуткая аритмия. Она говорит, я и себе возьму, и отцу возьму, и там еще знакомой, потому что мы аритмию лечим уже очень длительный период времени. Уже через два дня она пришла и говорит, Андрей Андреевич, это что, вот так работает? Да, ну а как работает? Ну была аритмия, теперь нет. Я ее не ощущаю, ее нет, никаким образом не фиксируется. Почему так произошло? Это действия препаратов, они очень эффективны. Есть, конечно, препараты, которые малоэффективны. Со временем, я не знаю почему, но, скорее всего, сигнатура человеческого восприятия лекарственных растений меняется, и в дальнейшем, возможно, появляется иммунитет или сопротивление к некоторым растениям. Это происходит за счет воды, питания, поведения, поведенческих факторов, возможно, цензуры или отсутствия цензуры, политики и так далее. И для того, чтобы у человека некоторые препараты перестают так действовать, как раньше. Я за этим всем наблюдаю, и когда вижу, что препарат перестает достаточно хорошо работать, я изменяю его рецептуру. Так, с понедельника вчерашнего дня полностью изменена рецептура препарата тонизон, который раньше хорошие показатели показывал при лечении гипертонического заболевания, а в последнее время ухудшилось его влияние. Также был изменен препарат прокшалан, изменен препарат прокмарти, то есть ряд препаратов изменили свои компоненты. Почему? Они станут более эффективными, потому что эти препараты должны иметь высокую эффективность, а я тот человек, который постоянно за этим следит. В этом и особенность успеха нашей компании «Тибетская формула» на рынке, наверное, БАДов, созданных из лекарственных трав. Нужно называть лекарственных БАДов. Жена думала, что каждый месяц воспалительные процессы по-женски. Сдавала анализы, все в норме. Гинеколог сказал, что просто болезненная овуляция. Теперь жена всегда думает, все время пьют гормоны, овуляция не наступала, что можно пропить, хотим ребенка. Есть очень хороший препарат в нашей компании. Этот препарат называется «Менстронорм и женское здоровье». Я очень рекомендую пропить препарат «Менстронорм и женское здоровье», чтобы потом навсегда забыть о болезненных месячных. Таким образом, в дальнейшем они у вас не будут болезненными. Также препарат, который называется «Менстронорм», можно принимать женщинам, у которых уже есть период овуляции и месячные болезненные, так как данный препарат работает мгновенно на протяжении 2-4 часов, снижая болезненные симптомы. Тем не менее, если его принимать 2 месяца, то после этого на протяжении ближайших 5 или 10 лет вы никогда не почувствуете больше болей в тех местах, где они у вас раньше были. Мушка в одном глазу не уходит. Что делать? Я могу посоветовать. Во-первых, мнение врача звучит так. Первое, что необходимо сделать, это все-таки провести исследование сетчатки глаза, также обратиться все-таки к офтальмологу. После этого определить диагноз, какой там все-таки есть. То есть это развитие глаукомы, или это глифорит какой-нибудь, или это конъюнктивит, или это будь что. И только после этого переходить к курсу лечения, который назначит врач. И когда вам не поможет, вот после этого можете ко мне приходить и уже после этого с четко поставленным диагнозом обращаться. Почему? Дело в том, что лечение катаракты и глаукомы различно. Лечение сетчатки различно и так далее. Есть ли такой комплексный препарат от всего? Как бы это звучало, ни странно. Такой препарат я раньше думал, изготовить невозможно. Сейчас забираю свои слова обратно, могу сказать, что изготовить возможно. Данный препарат называется препарат Афтар. Мы его продаем. Это препарат, который улучшает состояние сетчатки, и хрусталика, и мышц глаза, и кровообращение. Там снижает высокое, поднимает низкое. Тем не менее, я бы хотел, чтобы все-таки, когда такая проблема возникает, то все равно обращались к врачу, как к одной из первых инстанций все-таки. Не занимались вот так самолечением. Мне 46 лет. Полгода нет критических дней. Вызывали утражистаном. Не стоит этого делать. В случае, если у человека нет овуляции, то этот человек должен сдать следующие анализы. Прогестерон, эстрадиол, а также сдать анализ антимюллеровский гормон. В случае, если антимюллеровский гормон чрезвычайно занижен, это говорит об отсутствии, скорее всего, яйцеклеток. И в дальнейшем стимулировать их выделение, я считаю, не нужно. Дело в том, что такая бесполезная стимуляция овуляции может привести к гормонами тем более. Может привести к тяжелейшим эндокринным нарушениям в организме, психическим нарушениям. Это может в дальнейшем очень усугубить состояние человека, который занимается вот таким самолечением. Начались приливы ночью. Просыпаюсь по два раза. Посоветуйте, какими препаратами можно восстановить месячные, попробовать это сделать. Нужно, необходимо сдать антимюллеровский гормон. И в случае, если он будет на нуле, это будет говорить о том, что клеток, яйцеклеток нет. Тогда, если нет, то что восстанавливать? Если нечего восстанавливать, если нет одной ноги, то как можно научить человека ходить на двух ногах? Вот такая же история и здесь. То есть, что стимулировать, если нужно проверить, есть это вообще или нет? Значит, если есть яйцеклетки, необходимо стимулировать. Если нет яйцеклеток, нечего стимулировать. Стимулировали, а яйцеклеток нет. В какой режим начинает переходить наш организм? В режим климактерический. Таким образом, то, что у вас приливы, это подтверждает то, что вы удачно перешли в состояние климакса. Что необходимо сделать? Во-первых, врач, который назначил утражистам, не должен был это делать без дополнительных анализов и исследований. Во-вторых, необходимо принимать препарат КЛРХ с моей компанией для того, чтобы купировать приливы и начало климактерического периода. Кстати, по поводу климактерического периода. Этот период, он незначительный для женщин. Но этот период обусловлен изменением гормонального фона и изменением психического состояния женщины. Поэтому я очень часто рекомендую убрать симптомы, которые возникают у женщины в тот момент, когда она испытывает климактерический период. То есть, это вспотевание, это раздражительность, это ощущение приливов, ощущение озноба и так далее. Чем это можно все сделать? Это необходимо выполнять препаратами гипергидразин, КЛРХ и серантал. Эти препараты в комплексе убирают все три симптома. Это вспотевание, раздражительность и приливы и отливы. КЛРХ, гипергидразин и серантал. Какие из ваших препаратов могут помочь повышенной функции щитовидки? Повышенной функции щитовидки – это, я так думаю, гиперфункция щитовидной железы. Гиперфункция щитовидной железы можно помочь препаратами ТЕН-ТОРЕКС и препаратом КАОЛИН. При пониженной гипофункции щитовидной железы – ДЕЙОДом и ТЕРОТОЗИНом. Посоветуйте препараты аутоиммунного тиреодида по типу гипотиреоза. Первое. Необходимо улучшать аутоиммунные процессы в организме. Какие препараты я рекомендую использовать? Ингаляции с германием и серебром. То, о чем я говорил. Раз. Второе. Препарат иммуногрант. Два. Дальше. Маточное молоко. Три. Препараты, очищающие кровь. Гемартан. Четыре. Гематила. Пять. Дальше. Тератозин для щитовидной железы. Это шесть. ДЕЙОД. Это семь. Если учесть, что эти препараты стоят 12,5 долларов, то курс лечения на протяжении одного месяца вам обойдется в 100 долларов. Это и сколько вам необходимо лечиться? Не менее двух месяцев. Будет ли эффект? Достаточно ярко выраженный будет. Но не каждый человек может себе позволить выделить на свое лечение такие суммы денег. Можно ли лечиться какими-то другими формами или с чего необходимо начинать? Есть очень много разных таких методов, которые могут помочь человеку. Первый метод – это небольшие пропускания употребления пищи. Однодневное проведение голодовок на воде. Я считаю, этим необходимо заниматься иногда. Необходимо голодать подолгу. Так как если человек голодает подолгу, он в итоге набирает вес, так как для организма это стресс. Второе. Необходимо запомнить, под холодным душем можно купаться только вечером. Если купаться под холодным душем только утром, то у человека снижается иммунитет. Если под холодным душем купаться вечером, то иммунитет улучшается. Утром человек должен купаться под горячим душем, вечером под холодным. Ну не холодным, а прохладным. Таким образом иммунитет улучшается. В случае, если у человека есть депрессивные состояния, панические атаки, если есть нервные состояния, знайте, это как правило связано с тем, что не хватает кислорода в крови. Для того, чтобы увеличить количество кислорода в крови, необходимо начать быстрое дыхание. Таким образом, если быстро подышать в тот момент, когда вы чувствуете психологическое состояние неприятное, вам будет сразу же лучше. Третье. В случае, если вы хотите улучшить иммунитет, введите в рацион питание такие продукты питания. Если вы сварили бульон, допустим, из овощей, то слейте этот бульон и после этого пейте его. Овощи можете уже не использовать, так как это мощнейший суп, который без овощей, в нем находятся вещества, антиоксиданты, вещества, иммунный стимулятор. Также иммунитет поднимают все продукты, у которых есть цвет окрашивания синий. Это синяя капуста, черника, черная смородина, баклажаны, если они вместе с кожурой. Я знаю такой рецепт, когда баклажанами лечат артрит. Но артрит только формы аутоиммунной, то есть в случае, если есть аутоиммунные нарушения. То есть берут кожуру баклажана и так далее, что-то с ней делают. Сейчас не буду говорить этот рецепт, он очень большой. Тем не менее, почему баклажан вдруг должен лечить? А вы представляете, он лечит, сволочь. Все продукты синего цвета, их недостаточно большое количество, все продукты синего цвета очень активно лечат аутоиммунные заболевания. У вас аутоиммунный тиреодит, что необходимо? Продукты синего цвета. У вас аутоиммунный воскулит или аутоиммунный ревматоидный полиартрит или аутоиммунный тиреодит, все это лечится таким образом. Черника в большом количестве сушеная. Черника сушеная, из нее необходимо сделать порошок и заваривать горячей водой 1 столовая ложка на стакан воды Стараться это пить, то что останется в итоге, доедать не нужно Потому что все переходит в состояние завара И в дальнейшем вы это все используете до момента, пока оно еще теплое Продолжаем Андрей Андреевич, здравствуйте, посоветуйте Ваши препараты для лечения печени есть, эссенциальный тремор, благодарю Это очень выраженное заболевание, эссенциальный тремор Это заболевание, когда человек начинает кушать или наоборот покушал У него начинают трястись руки, начинает появляться внутреннее дрожание Чем необходимо убирать? Необходимо убирать препаратом апирабин, препаратом ладан, который только сегодня вышел А также необходимо убирать препаратом тантал и битулин Здравствуйте, посоветуйте у мужа сахарный диабет второго типа и панкреатит Начали мерзнуть ноги Когда начинают мерзнуть ноги, это первые признаки того, что у человека через один час поднимется давление Через один час Если у вас сейчас мерзнут ноги, знайте, через час можете измерять давление гипертоническое Оно у вас будет повышенное Почему? Это спазм сосудов произошел Они у вас спазмировались Почему спазм сосудов происходит? Он происходит, как правило, на фоне выделения адреналина Кто выделяет адреналин или что выделяет? Адреналин выделяют надпочечники Почему адреналин выделяют надпочечники? Потому что магния не хватает, вы представляете? Препараты, которые блокируют И не хватает, а тибетская медицина говорит, горечи не хватает Вы представляете? Чтобы ноги не мерзли А наша традиционная медицина говорит о том, что не хватает усвоения никотиновой кислоты Как быстро нагреть человека? Никотиновую кислоту начать принимать Но она же мощнейшую аллергическую реакцию вызывает Нет, вы ошибаетесь Как раз никотиновая кислота, она не вызывает аллергической реакции Но тогда почему человек чешется? Это особенность такая Там, где у него происходит непроникновение в мембраны Или очень сильный спазм сосудов В этих местах происходит ощущение зуда И в этих местах хочется чесаться Каким образом можно это все полечить? Попить апирабин, кафе, суроктам, лунглин Делаю промасливание стул каждое утро, а месячные 11 дней Не нужно ничего бояться В момент того, когда панчакарма идет, может это быть Когда отмените, после этого все закончится Пройдете ее и все восстановится, не переживайте 54 лет прооперировали ногу, патология сосудов из-за диабета Что посоветуете? Посоветую препарат DRRS Это препарат, в котором находятся вещества, которые убирают спазм сосудов, а также непроходимость сосудов Канцеромидин по одной чайной ложке два раза или три раза в день Также канцеромидин необходимо использовать в виде компрессов на ногу Канцеромидин мощнейшее вещество, которое необходимо использовать при заболеваниях Туберкулеза, заболевания, бронхит, снижение иммунитета Также непроходимости сосудов в высоком холестерине Какие компоненты в нем находятся? Это спиртовая настойка на медведке, под море пчелином, прополюсе И четвертый компонент, это, по-моему, рак Раки Вы представляете, ужас какой И вот этот настой, вот эта настойка на этих компонентах Она в определенном виде делается Она очень помогает снизить холестерин Очень помогает при заболеваниях, связанных с сосудами Особенно на ногах Также буквально... Ладно, проехали Стали стимулировать овуляцию Усилились мигрени, образовались кисты и фибриома Отказались И кисты ушли, и мигрени ушли Еще сомневались в правильности своих действий Однозначно, без комментариев Вы представляете, люди пишут Тяжесть в ногах, особенно от колена до бедра Гибкости нет Затрудненное передвижение от спины И в ноги идет скованное Что вы можете порекомендовать? Вы описали тромбоз сосудов Тромбоз сосудов Необходимы препараты, которые будут Убирать тромбоз сосудов Возможно, это цибор Возможно, это дитролекс Из наших препаратов я рекомендую Легкохода, канцеромидин Смазывать варикозиновой мазью Девочке 17 лет не спит и задыхается В случае, если девочке 17 лет не спит и задыхается Это говорит о том, что, скорее всего, у нее очень низкий гемоглобин Возможно, анорексия или, возможно, бесконечное голодание Могу сказать, что это нехорошо Поэтому необходимо обратить внимание на то, как питается этот ребенок Посмотреть, не принимает ли она слабительные препараты Не принимает ли она, достаточно ли в ее рационе питания белков Сколько человек должен употреблять пищи? Какая это пища? На протяжении одного дня человек в возрасте от 40 лет, не мужчина Должен употреблять не менее 100 граммов белка 100 граммов белка 100 граммов белка в районе 60... Любого? Любого В районе 60 граммов жиров Ну, обычно я не помню по углеводам Но я считаю, что сколько белка, столько углеводов Скорее всего, придется съесть Но 100 граммов белка является ключевой нормой для человека Для нормального развития Именно столько организм расходует на то, чтобы возместить потерю клеток Которые у него происходят и которые вводятся в ходе депанации То есть, часть нашего организма отмирает И для восстановления этой части организма нам бесконечно необходим белок Также именно белки являются источником аминокислот Которые являются источником нашего эндокринологического статуса А также нашей эндокринной системы А также нашего психического равновесия А также нашего сосредоточения И нашего пищеварения И нашего комфортного существования Таким образом, недополучая белки Мы очень много недополучаем Именно поэтому я очень часто говорю Что человеку необходимы белки Каким образом он их может получать Ну, это, наверное, вы можете посмотреть в интернете Могут ли человеку помочь белки растительного происхождения Ну, я не являюсь поклонником людей Которые исключительно переходят в ранг вегетарианцев Или людей, которые не принимают животную пищу Или даже никакую пищу И так далее Я считаю, что это все чрезвычайно преувеличено во многом Сейчас у меня есть ряд пациентов Которые в очень плохом состоянии После 10, 12, 15 лет неедения белковой пищи Знаете, они сейчас в трагичном состоянии Недавно, это год назад, был умер знаменитый грузинский художник Мой друг, который на протяжении 20 лет был вегетарианцем Причем последние 10 лет был еще и фрукторианцем То есть он ничего не ел Такую же участь постигла его родная мама После смерти сына она тоже умерла Всю свою жизнь, сколько я его помню Он занимался йогой, посещал священные места Сейчас остались дети Он достаточно знаменитый такой человек Известный, к сожалению, не хочу Наверное, не буду давать его фамилию Так как это не очень корректно И остался брат, остались дети Вот жена, он умер от онкологии кишечника Такая же история была у меня Человек, который 13 лет своей жизни не употреблял белков Вернее, я не употреблял животных белков Я не ел яйца, не ел животные белки ни в каком виде Молочное не ел Из молочного мог только молоко пить и все А так практически ничего не ел Не ел жареной пищи Не ел острых специй Не ел перца, чеснока и так далее Это было у меня 13 лет На фоне такого питания Ну не на фоне, а питаясь так У меня со временем обнаружилось онкологическое заболевание Я проходил курсы химиотерапии и так далее Именно поэтому я хочу сказать, что Та информация, которая есть в интернете на сегодняшний день Где обсуждаются вопросы неедения человека Каких-либо продуктов питания С целью улучшения его самочувствия В тот момент, когда он болеет онкологическим заболеванием Преувеличено Так же я могу сказать, как один из тех людей Который питался правильно Сбалансировано С большим количеством воды и так далее Я могу вам сказать, что на этом фоне Человек может тоже болеть онкологическими заболеваниями Поэтому не все так Не все так легко, как пишут Вам большой низкий поклон Моей дочери на протяжении 15 лет Гемодекоз на лице Как только и где только не лечили Не помогает Подскажите, пожалуйста Конечно же, меня можно обвинить в том, что я Разрушаю фармакологию Вы знаете, я ее разрушаю вот чем Вы представляете, демодекоз можно вылечить за 3 дня За 4 И мазаться ничем не нужно будет Это когда на лице фурунклы На лице демодекоз, красное лицо Это настолько просто все делается В этом мне помогла в свое время Тибетская медицина Я просто начал понимать, как это все работает Вы представляете, мой совет такой Смешайте порошок полыни С порошком соды Пейте четверть чайной ложки Один раз в день Или два раза в день Уже на протяжении 5 дней Никакого демодекоза не будет Самый простой метод Одна чайная Ну, смешать порошок Сделанный из сухого растения Полынь Вместе с содой И в сухом виде применять Четверть чайной ложки Два раза в день Обычно за несколько дней Исчезает демодекоз с лица Если принимать дальше В случае, если это демодекоз Не нужно ничем мазать Ничего делать Легко, оказывается Видите Андрей Андреевич Напишите ваш номер телефона, пожалуйста Перед вами сидит человек Который является президентом Очень крупной Я являюсь президентом Очень крупной компании На сегодняшний день Наша компания представлена В 12 странах мира Также наша компания Достаточно активно производит Не только для своей компании Бады Какие-то шампуни Что-то еще А также производит Еще и дополнительные компоненты Для ряда других компаний Мы производим экстракты Мы производим павы Мы производим Одушки Ароматические масла Мы производим Шампуни Какие-то делаем Сами компоненты Так мы изготавливаем Лизоцим Как пищевую добавку Для крупного бизнеса В этом году Я собираюсь запустить Линии По упаковке Каких-то новых компонентов Перейти на пластиковые ампулы Очень-очень Сейчас производим Аэросил Каолин Сами производим То есть мы Достаточно крупное предприятие Это крупное предприятие Также у нас Достаточно развита Сеть продаж И сказать Что я нуждаюсь Там в ком-то Кто мне будет продавать Ну Мне это Совершенно безразлично И Будучи человеком Совершенно независимым Я не ставлю На первое место Лечение людей Нужно об этом Просто помнить Для меня Вот такие программы Это исключительно Публицистические программы В ходе которых Я даю советы Как человек Который возможно Пережил это Или кто может Знать больше О своей компании Чем тот человек Который создал Эту компанию Поэтому я Стараюсь все-таки Вот не забывать О ней И проводить Вот такие семинары Но не стоит забывать Что я не являюсь Человеком Который Ложит себя Давайте Ложит себя На кон того Чтобы бесконечно Принимать людей И лечить их Все это на фоне Идет Все это идет На фоне Вот таких вот Встреч Где я объясняю Смотрите В ютубе По поводу телефона Сейчас в общественной Организации Сейчас в моей Общественной Организации Там почти Миллион человек Первую ступень Школы Проекласс Прошло Около Больше Чем миллион Человек Так же Ну где-то По-моему 26 миллионов Просмотров Видео Только На моем канале На котором Вы сейчас Находитесь А у меня Их еще 12 Есть Я могу Сказать Что в случае Если я даю Свой номер Телефона На это Моя здоровая И счастливая Жизнь Как человека Заканчивается Так же Я вынужден Прекратить Прием Людей Сейчас я Его проводить Не буду На территории Украины Так же Других стран Так как Считаю Что это Идет Уже Как бы Граничится Здравым Смыслом Потому что Принимать Больше Чем 200 Человек В день Я не могу А обычно Приходит Людей Больше Если я Неделю Так работаю Чувствую Себя Плохо При этом Очень много Людей Есть Которые Ну просто Приходят Для того Чтобы поговорить За жизнь Этого Человека Выгнать Я не смогу И после Этого Все Пришло К тому Что Работая С утра До ночи Я денег Не зарабатываю Людям В итоге Не помогаю В случае Если они Приходят С психическими Заболеваниями Или С тяжелыми Болезнями На это Все Тратится Огромное Количество Времени Самим Бизнесом Я перестаю Заниматься Ну и Вот такой Нонсенс Получается Нонсенс То есть Мне нужно Тогда Раздвоиться Расстроиться Раздесятириться И после Этого Свободненько Через Время Умереть Таким Сработала Сработала Система Сохранения Себя Или своего Здоровья Или своей Жизни Я стараюсь Сейчас Ну и Сейчас я Пришел к такому Выводу Что принимать Людей Скорее всего Не буду То есть Я принимаю Людей Вот так Во вторник Когда провожу Вебинары В дальнейшем И этого не будет Если кто-то Хочет общаться То такие люди Должны записываться Ко мне На морские курсы Приезжать На морские курсы Участвовать Где человек Свободно Сможет Получить Консультацию Почему Я если честно Не знаю Как обслужить Мне там Два миллиона Человек Если у вас Есть идеи И вы знаете Как один человек Может ответить Двум миллионам Человек Которые Постоянно Пишут То я если честно Не знаю Для того Чтобы обрабатывать Те письма Которые есть У нас работает На сегодняшний день Больше десяти Операторов Они исключительно Обрабатывают Только письма Которые идут мне То есть Которые начинаются Со слов Андрей Андреевич Вы последняя надежда Андрей Андреевич Только вы можете помочь Вы представляете Этих людей Очень много Я всех понимаю Все понимаю Этим всем занимаются Операторы Что вам сказать Мне тоже жаль Но к сожалению Вот такая картина Жизнь Да Ингаляции Вагитным Ингаляции беременным Можно проводить Совершенно безопасно Все совершенно безопасно Какие препараты По моему мнению Не должны принимать Принимать беременные женщины Первое Аскорутин Почему В нем находится Витамин Рутин Слышали Да Аска Это аскорбиновая кислота Рутин Рутин Обычно врач Акушер Или там В женской консультации Назначает Аскорутин Так как это витамин И думает Что этот витамин Поможет женщине Избавиться От варикозного Расширения Которое формируется На входе Вынашивания ребенка Там Каких-то Тромботизации И так далее Так как рутин Является Натуральным компонентом И это ошибочно Почему Дело в том Что рутин Является Веществом Который Ни в коем случае Нельзя беременным Так как Есть очень большая Вероятность Появления ребенка Детей с увечьями Таким образом Рутин Вызывает У человека Атавизм У плода И считается Что это Очень опасный Препарат Для женщин Дальше Препараты Которые Антикоагулянты Я считаю Что препараты Антикоагулянты Для женщин Беременных Не стоит принимать Препараты Которые Вызывают Диарею Это препараты Которые Расслабляют Гладкую Мускулатуру Не стоит Принимать Беременным Женщинам Дальше Какие Стоит Принимать Я считаю Что для женщины Очень хорошо Принимать Препараты Для печени То есть Препарат И для поджелудочной Железы Так как Именно Эти органы Больше всего Страдают В ходе Увеличения Плода То есть Для печени Это препарат Тантал Для поджелудочной Железы Панкресор Мягкое Ослабительное Это могут быть Глицериновые Свечи Которые Ставятся Ректально Один раз В день Или же Наш препарат Прокшалан И франгул Которые Мягко Увеличивают Перистальтику Кишечника Не приводя К тому Что появляется Диарея Какие препараты От плохого Холестерина Препарат Холестеростопин И суроктам Ребенок Хронический Насморк Уже 2 месяца Хронический Насморк 2 месяца Эмбрионазин В нос Дальше После операции Ключица Оборваны Связки Необходимо Ключицу Обязательно Зафиксировать В случае Если связки Разорваны То невозможно Вылечить руку Если рукой Этой болтать Ну согласитесь У меня есть Такая пациентка Она пришла Ко мне И говорит У меня Разорваны Связки На колени И я хожу К врачам И они Мне разрабатывают Я что-то Не могу понять Или я дикий Или как-то Знаете Связки Должны быть Либо пришиты Либо прирасти Должны Кто с этим Не согласен А тогда Что разрабатывать Их приращивание Или что После этого Говорю Она говорит И уже Два года Болею Два года На эти массажи Хожу Мне два года Ничего не помогает Что я ей назначил Скажите Фиксацию ноги Я ей сказал Что вы должны Зафиксировать Свою ногу После этого Ваши связки Они должны Срастись Там хоть как-то Куда-то Прирасти И после этого Нужно будет Снять фиксирующую Повязку И начинать Ходить заново Уже С приросшими Связками Тогда это поможет Вот аналогичная ситуация После операции Ключица Оборваны связки И что же делать Необходимо Фиксировать руку Каким образом Хотя бы на ночь Необходимо Тогда фиксирующая Повязка Фиксирующая Повязка плеча Какие препараты Принимать препараты С коллагенами Это наш препарат Глюкохон Глюкохон Коллаген Ночью не имеет рука Это полгода Уже происходит Если не имеет рука Это может иметь Два происхождения Это может быть Происхождение Сосудистого характера Как правило Как правило Сосудистого характера И второе Неврологического характера Если неврологического, то если анемеет, то обратно не отходит. Также при неврологическом характере происходит мумифицирование руки. То есть она становится меньше второй руки. В случае, если это сосудистого характера, я рекомендую поставить банки на воротниковую зону с левой и с правой стороны на шею. Также, второе, я бы рекомендовал препарат вертебрализ, а также гваргин для улучшения движения крови в позвоночнике, а также в сосудах шеи. Посоветовать мамам задержка речи или дети умственного развития. Алалия, дезортрия, дискграфия. Все это убирается препаратом мнимонорм нашей компании. И сейчас я хочу вам еще дать совет принимать ладан. В чем их отличие? Мнимонорм дает вспышку концентрации. Человек становится концентрированным. Сконцентрированно читаешь и все понимаешь. Сконцентрированно учишь, все запоминаешь. А чем отличается ладан? Когда вы принимаете ладан, то то, что вас мучило в виде, что же предпринять, какую идею, как это должно свершиться. То есть взять и принять решение. Допустим, в случае, если человек, ребенок может, допустим, обучаться и понимать. Или обучаться и быть рассеянным. И не понимать, что он читает. Но все равно, в случае, даже если он сконцентрирован, он может в математике решения не найти. Потому что это связано с лобной долей коры головного мозга. И активация этой лобной доли необходима другая. Так вот, для активации лобной доли был создан препарат ладан. Когда вы принимаете этот препарат, то вдруг начинаете принимать правильные решения или неправильные решения. Наш мозг начинает делать выводы. Очень удобный препарат, очень мягко работает. Также я хотел вам сегодня показать патент, который можно найти на сайте findpotent.ru. Который называется патент на изобретение, используемое в ходе лечения заболеваний Альцгеймера. А также любых заболеваний, связанных с речевым развитием. Ну и с патологиями, связанными с такими заболеваниями. В ходе лечения они использовали определенный вид смолы, определенного дерева. Этот определенный вид смолы произрастает, это дерево произрастает на юге Египта и на севере Ярдании. Я специально в этом году ездил за этим растением. Я это растение назвал ладан. Хотя могу сказать вам, что он не является тем фимиамом, который используют в церкви для того, чтобы появлялся запах. Он совершенно безвкусный. Если его раскрыть и понюхать, он ничем не пахнет. То есть нельзя сказать, чтобы он отличался каким-то там конкретным качеством. Тем не менее, это растение широко используется в ходе лечения заболеваний Альцгеймера. А также старческого слабоумия, склероза старческого. Очень рекомендую принимать препарат. Почему? Решение приходит, память восстанавливается, концентрация улучшается. Для детей два препарата. Препарат ладан вместе с препаратом немонорм. Могу сказать, что очень нравится этот препарат. Улучшается речь. Увеличивается концентрация. Растет логика. Просто великолепно. Уже сейчас можно прибыль. Андрей Андреевич, какие анализы крови, моча, нейромедиаторы и так далее необходимы для диагноза психического заболевания? Я бы рекомендовал сдать все-таки витамин D, дальше дофамин, ацетилхолин, адреналин. Ну вот, где-то по этим анализам можно что-то там определить. В целом, психическое заболевание достаточно хорошо идентифицируется в случае, если человек имеет критическое состояние. То есть, в случае, если человеку мешают его мысли, выводы, навязчивые идеи и так далее, то обычный психиатр достаточно быстро на протяжении 10-15 минут может понять, каким из заболеваний болеет этот человек. В дальнейшем наблюдение за таким человеком в ходе его лечения позволяет определить, к какой классификации относятся его заболевания и выбрать правильное лечение. То есть, это психопатические заболевания, или это маникально-депрессивные состояния, или это психизмы какие-нибудь. И после этого выбрать правильные курсы лечения согласно лечебным протоколам. Есть заболевания психические, когда нет возврата, есть заболевания психические, когда возврат бывает. Обычно, в случае, если человек умудряется писать, в случае, если человек умудряется быть контактным, то возможность вылечить этого человека имеется. Я могу сказать вам, что наша психиатрия очень далеко продвинулась вперед. Она далеко продвинулась вперед, и в большинстве своем, где-то процентов на 95 человека, у которого только появляются психические отклонения, или даже имеют первые признаки тяжелых каких-то супрессий, такому человеку можно уже оказать помощь, и этот человек может хорошо себя чувствовать. Минус. Обычно человек с психическим заболеванием категорически считает, что он не болеет. Категорически. Также сейчас идет очень большое количество информации. Эта информация связана с тем, что психические заболевания – это не психические заболевания, это просто тип мышления и так далее. Нет. Тип мышления – это когда человека это не мучает. А также человек адаптирован к окружающим изменениям, а также адаптирован к выживаемости. В случае, если человек не может сам за собой ухаживать, в случае, если человек не адаптирован к тому, чтобы обслуживать себя, а также зарабатывать деньги, а также человеку мешает это, то есть мешает это он не спит по ночам, мешает сосредоточиться, правильно получать информацию, как бы быть социальным человеком и выводит его из ранга социального, а социальный человек в асоциальный, то этому человеку необходима строгая медицинская помощь в психиатрическом отделении. Обычно все это помогает. Как обычно начинается эта целая лекция, это могут быть навязчивые идеи, это могут быть, начинаться может быть с бессонниц, с панических атак, с бесконечной-бесконечной эмоциональной радости может начинаться. Есть такие заболевания, когда человек испытывает бесконечное состояние радости, его все веселит, все радует, он там много ходит, мало спит, потом это все заканчивается тяжелейшей, затяжной депрессией. Все это лечится сейчас, слава богу, препараты все есть, и в нашей компании есть препараты. Абсантин при шизофрении, серонтал для успокойствия, морбустоп для лечения судорожных явлений. Дальше поставит, убирание панических атак, депрессивных эпизодов. Диторекс кратковременных панических атак с неприятными ощущениями, спазмом сосудов. То есть эти препараты есть в нашей компании, все можно принимать. Какими препаратами убрать жировики на руках и ногах? Спасибо. Я, к сожалению, не знаю. Это единственное заболевание, скорее всего. Ну, не единственное, их, наверное, там пару сотен есть все-таки, да, обманул вас. Есть целый ряд заболеваний, как их убрать, я не знаю. Вот одни из этих заболеваний – это жировики. Я, к сожалению, знаю только один способ. Это способ убирания жировиков оперативным методом. Других способов, к сожалению, сейчас еще не придумано. Папелломы чаем-железняк. Можно убирать чаем-железняк. Очень легко папелломы убираются, если просто их смазывать мочой. Вообще у нас очень дешевые, очень эффективные чаи. В случае, если человек не может употреблять препараты, он может заменить их на употребление чаев. Чаи очень хорошо завариваются. Они в одноразовых пакетиках находятся. Есть чаи практически от всех заболеваний. Они продаются в красивых коробочках с голограммами. Чаями Дитарекс необходимо поить детей, потому что у них не будет состояния, когда ребенок не хочет делать что-либо в жизни, принимать решения, несосредоточенные, глаза какие-то отсутствующие. Это все может быть на фоне вегетсу-дистодистонии. Чай Дитарекс может очень помогать. В чаи все можно добавлять сахар. Они по вкусу очень вкусные, кроме сердечных чаев. Так как сердечные в них находятся черный перец, а чай с черным перцем не очень вкусно пьется. Препараты кишечные, чаи кишечные очень вкусные. Препараты для лечения ангин, насморков и так далее. Они прямо очень приятные. Хочется пить и вновь пить. Они очень вкусные чаи. Серантал, Постовит, Дитарекс. Они имеют яркое успокаивающее действие. Семью, которую вы напоите вечером, эта семья уже не будет целый вечер сидеть в интернете. Все тихонько лягут спать, будут чувствовать себя хорошо. В обнимку друг с другом. Очень удобно. Какой препарат пить при повышенном уровне мочевой кислоты в крови? В наше тревожное время есть ряд препаратов, которые имели очень высокую эффективность, но которые эффективность потеряли. При оксалатах в высоком уровне мочевой кислоты в крови обычно назначают ацетилхолин или алопуринол. Но я могу вам сказать, что необходимы препараты с более ярко выраженными компонентами калия. Это препарат нашей компании Уралис и препарат нашей компании Монкулит. В случае, если у вас подагра, в случае, если у вас высокий уровень мочевой кислоты, я очень рекомендую соединить оба этих препарата, принимать по одной чайной ложке каждого на один стакан воды лишь один раз в день утром. В случае, если человек принимает препараты калия длительное время больше 4-5 месяцев, то препараты калия могут спровоцировать появление онкологических новообразований. Есть уже исследования, эти исследования не единоразовые. Принимать препараты калия нельзя постоянно. Это препараты, которые принимаются периодически. То есть нельзя принимать больше двух месяцев препараты калия, так как в дальнейшем они могут спровоцировать появление онкоопухолей. Препараты калия – это препараты инские. Поэтому такие препараты необходимо принимать и знать, что они уберут боли в суставах, уберут боли в коленях, в суглобах, еще где-то снизят уровень мочевой кислоты. Но эти препараты необходимо принимать с препаратами, увеличивающими иммунитет человека. А это препараты иммуногрант нашей компании, маточное молочко, канцеромедин, вот такие, демилонг. Щитовидная железа давит, когда глотаю. Гармония в порядке, что делать? Очень рекомендую использовать пластырь для убирания узлов щитовидной железы. У нас есть каолиновые пластыри для щитовидной железы. Они имеют очень яркий эффект. Они достаются из пакетика, накладывают человек себе на горло и лежат перед телевизором или там где-либо в течение одного часа. Выполняется это лишь один раз в день на протяжении 30 дней. Как показала практика, это очень эффективно при лечении заболеваний узлов щитовидной железы, убирая узлы за один месяц, ну где-то на 30-40%. Очень эффективный препарат, в нем находятся компоненты солей-шуслера, а также компоненты наноаквахилактического магния, серебра, германия, висмута, ванадия, циркония, там еще ряда компонентов, меди. То есть это все микроэлементы, которые необходимы нашей щитовидной железы. Можно вопрос, ну-ку пошел первый класс, за два месяца набрал вес 5 кг, я переживаю. Правильно переживаете. В случае, если ребенок набирает вес, это говорит о стрессовой ситуации, в которой он оказался. Есть дети, которые заедают. Что необходимо убрать у ребенка из рациона питания? Запомните, сардельки детям и вареная колбаса для них это вред. Сардельки это крахмал. Зачем детям крахмал? Ведь от крахмала быстро люди поправляются? Ну, наверное, быстро, да? Таким образом, если вы друг своему ребенку или своему внуку, то уберите у него из рациона питание все колбасные, особенно сардельки, сосиски, то, что любят ваши дети. Почему? Именно от этого дети сейчас поправляются. И именно этим сейчас обычно и кормят детей. Сейчас, когда в школу приходишь и смотришь на детей, то улыбайся. Почему? Они как сардельки все. Они как сардельки. Почему? Потому что их всех кормят сардельками. Они кроме крахмала и конфет или углеводов активных ничего не получают. И после этого, а чем же их кормить? Друзья мои, мясом кормите наших детей, а не сардельками. Покупайте куриное мясо. Не особо хорошо в нем гормоны находятся. А вот телятина, говядина. Скорее всего, сейчас индюшиное мясо появилось. Оно очень диетическое. Я считаю, что оно более всего подходит нашим детям. И убирайте крахмалы, убирайте дрожжи. Пусть дети растут здоровыми и не поправляются. Пить ваши препараты вместе с теми, что прописали врачи. Они хорошо совместимы. Хорошо совместимы. Есть такая какашка, как поздняя дискинезия. Как с этим быть? Такая какашка, как поздняя дискинезия, лечится точно так же, как и ранняя дискинезия. В случае, если у вас дискинезия поздняя, то это говорит о том, что есть уже, наверное, элементы фиброза печени. То есть, печень уже перестала хорошо функционировать. И там видны какие-то следы ее отмирания. На фоне, скорее всего, длительной дискинезии. Так, а чем же убирать? У нас есть от дискинезии великолепный препарат. Называется лунглин. Также вы должны знать, что любая дискинезия, она лечится, если человек употребляет коалин, антитокс. Вот такие препараты. Как лечить боли в голеностопных суставах? В случае, если эти боли вызываются уратными новообразованиями, высокой мочевой кислотой, высоким белком реактивным, то необходимо принимать манкулит, уролиз, а также препарат артридикс. В случае, если у вас тазобедренные суставы болят, я очень рекомендую бишофитовый бальзам Дуйко. Также, если болят ревматоидно суставы, рекомендую золотой бальзам Дуйко. Я совершенно любому человеку рекомендую золотой бальзам Дуйко от всех заболеваний. Болит голова с мажьте, болит сустав в мажьте, болит грудь в мажьте, ребенок простыл в мажьте. Все это помогает очень быстро. Чем еще намазать ребенка для того, чтобы он не болел? У нас в нашей компании есть препарат, он называется фибра, как-то назин. Это мазь такая. Саша, зеленая баночка там с камфорой. Не знаешь, как называется? Не, нужно пойти его достать. Он там зелененький стоит. Ребенку можно помочь, если просто ему грудь и легкие смазать камфорным спиртом. Вообще, я считаю, что в случае, если у ребенка бронхит, если ребенок начал болеть, смазывайте грудь камфорным спиртом, ноги камфорным спиртом. Ничего не бойтесь. Только область сердца не смазывайте, чтобы не было сбоев. Антифибризный, я уже знаю. Антифибризный, да? Артрандин. Не, не, не. Антифибризный. Антифибризный бальзам – это бальзам, в котором находится большое количество камфорного спирта и эвкалипта. Таким образом, если ребенок болеет, ему достаточно смазать верхнюю часть горла, верхнюю часть легких, заднюю часть его спины смазать ему уровень легких. Таким образом, сможете полечить вашего ребенка, ему будет хорошо. Андрей Андреевич, у меня панкреатит. Пропила три курса – коалина, панкресорба, хлорофилиума. Улучшений нет. Что еще нужно пропить? Я считаю, что если панкресорб не создает улучшения панкреатита, то, скорее всего, ваши боли не связаны с панкреатитом. Это, скорее всего, боли, которые могут быть связаны с селезенкой с левой стороны или могут быть связаны с воспалительными процессами двенадцатиперстной кишки. Обычно, когда человек говорит, у меня болит печень, то он должен знать, печень у человека не болит. У человека печень не болит. Печень не болит. Просто, когда она начинает заболевать, у человека болит все. То есть, у него растет сои, появляется апатия. После этого появляется тошнота. Появляются белки глаз зеленеют. Зеленеют склеры глаз. Также желтый цвет кожи появляется. Появляются такие желтушности. Общее состояние такое головокружение, тошнота. Растут тромбоциты. Растет в анализах крови, растет аминотрансфераза, АСТ, ЛТ. Растет холестерин, билирубин. Это все, оно печень не болит. Если ее в этот момент пульпировать, то окажется, что она просто увеличена или, наоборот, уменьшена. Но она не болит. Она не создает никаких болезненных состояний. А что же у человека болит тогда с правой стороны? А вот по-настоящему болит и тошнит при этом. Это может быть язвенное заболевание 12-перстной кишки. Вы представляете, болит с левой стороны. Гастрит не болит. Обычно болит язва желудка. А болит так, что аж в мозге боль распирающая в задней части с левой стороны. Селезенка увеличена. Сплинглав нужен препарат. Ощущение такое, как будто болит одновременно в животе и в пояснице холод. Почки болят. Дальше. Болит с левой и с правой стороны, но по центру аж огнем сжжет. Панкреатит. При панкреатите проявляется панкреатит. Таким образом, на голодный желудок болит одновременно в виде прямой режущей боли с левой стороны и с правой одновременно. При панкреатите появляется, снижается кислотность желудка и снижается кислотность 12-перстной кишки. Из-за этого появляются вот такие вот холодные боли, их называют. Хочется приложить горячую грелку, но она не помогает. Это все панкреатит. Чем убирают боли при панкреатите? Боли при панкреатите рекомендую убирать таблетками белостезина аптечными. Также можно две таблетки спазмолгона, ношпа. Естественно, можно назначить креатинин, креон. Извините, это я о своем думаю, а о другом говорю. Креон. Также можно панкреатит какой-нибудь препарат. Панкреатин. Слава богу, препаратов хватает. Из нашей компании при лечении язвенного заболевания 12-перстной кишки маточное молочко, гастронорм. Вот эти препараты антитокс, каолин и бактамакс. При язвенном заболевании желудка. Здоровый желудок, гастронорм. Тоже маточное молочко. При аритмии экстрасистелии началось недавно, после стресса. Можно дышать под алкару. До этого заболевания делала 5 упражнений. Иди беги. Можете выполнять дальше. Скажите, пожалуйста, что принимать СТФ при острой боли в печени, после приема пищи, если желчный удален. Мужчине пищит 3 года. Нужно битулин. Нужно битулин обязательно, тантал и демилон. У ребенка насморк 4 лет. В чем причина? Применяйте препарат. Один препарат, который уберет аллергическую реакцию носоглотки. Сейчас осень, аллергия, как известно, осенью проявляется более сильно. Аллергическую реакцию убирайте препаратом, как он у нас называется, не помнишь, Саша? Препаратом спрей для носа, вспомню, скажу. И можете использовать лонгин, эмбрионозин. В чем причина? Во всем причина. Причин много. Добрый день. Какими препаратами убрать многочисленные кисты? 6 сантиметров киста печени. Препаратом битулин. Также можно принимать препарат маточное молочко, демилон. Обязательно сверху прикладывать салфетки с уксусом смоченным, так как уксус он узлы развязывает. Сурактам имеет. Сурактам это тот препарат, который имеет горечь, и обычно узлы исчезают, если человек принимает горечь. Когда будет летний морской курс, не знаю. Как посмотреть, как соединялись трубки разными диаметрами для получения воды полезной. У моего сына часто возвращается Акид. Почему? Что делать? Сегодня в начале этого вебинара я именно об этом рассказывал. Было это? Я говорил, что необходимо убрать сладкое у ребенка. Необходимо там лавровым листом натереть. Помните? Наверное, веник можно из лаврового листа заказать. А скажите, можно такое заказать, наверное? Это же дерево. Наверное, можно заказать веник из лаврового листа. Да. Нужно заказать веник и сходить в баню просто и попариться в бане веником с лавровым листом. Вы представляете? Я считаю, что этим можно убрать Акид, а также сила физическая может появиться. Поскажите, что принимать для роста волос? У дочки была шикарная коса. У нас есть препарат, называется он Волосатикс. Он для хорошего роста волос. Это витамины для волос. А также есть препарат Трихопотенциалиум. Спрей для волос. Очень эффективный. Также очень рекомендую приобрести мускус. Настойка мускуса спиртовая. Настойка это спиртовое, а настой это водный. Поэтому настойка мускуса очень рекомендую ее использовать. Добавляю ее в шампуни или добавляю ее в какие-нибудь крема для волос или любые препараты для улучшения качества волос. Гепатит С чем лечить? Гепатит С можно лечить нашим препаратом битулин. Очень хорошие результаты после применения препарата битулин во время лечения. Но дело в том, что вы меня сейчас заставляете совершить противомерные и где-то не очень хорошие действия. Смотрите, компания, которая занимается лечением БАДов, не может заниматься лечением. Мы можем заниматься только введением лекарственных БАДов в рацион питания человека для того, чтобы он улучшил свое самочувствие. Таким образом, почему он вылечился, не знаю. Но он же ходил к врачу, ему поставили диагноз. Вот то, что поставили диагноз и вылечило его. А на самом деле именно это и лечило его. А то, что он принимал дополнительно еще и битулин, ему помогло, это не является лечением. Поэтому в случае, если я буду говорить, что у нас люди принимали препараты и так далее, меня можно обвинить в том, что я провожу исследования на людях. Дальше, в случае, если я буду назначать препараты и говорить, мы вылечим и 100% это будет, то меня можно обвинить в том, что препараты не являются лекарственными препаратами. Как известно, лекарственными можно лечить, а не лекарственными нельзя лечить. Поэтому здесь опять-таки все попадают в какой-то такой непонятный круг. Непонятный круг. Можно ли человеку помочь? Нужно вот так вопрос задать. Человеку можно помочь с гепатитом С, если он будет принимать препарат битулин в нашей компании. Он очень эффективный, 100%, 97% действующего компонента. Очень мне нравится. Могу сказать, что препарат потрясающий. Подскажите, что это может быть и как полечить? Очень болит колено, опухает за ним по утрам. Ходить больно. Потом немного расскажусь, чуть легче. Если за коленом распухает, как вы говорите, колено, это говорит о том, что там сформировалась киста бейкера, киста кровяных узлов. Каким образом это лечится? Можно под эту кисту или снизу под колено накладывать уксусную салфетку. Также можно использовать мазь варикавазиновая. Также попринимать препараты легкая походка, канцеромидин. Также можно канцеромидин смачивать и выполнять аппликацию вокруг сустава, вокруг ноги, особенно под колено. Также можно любые антикоагулянты попринимать. Можно инъекции ЦИБОРа сделать. Можно все что угодно. Скажите, пожалуйста, где посмотреть? Ответил. Можно ли вылечить глаукому и как? Сейчас. Какие препараты нужно пропить, чтобы ушли родинки и папилломы небольшие? Для того, чтобы ушли родинки и папилломы, необходимо попить препарат железняк в виде чая. О чем говорят родинки и папилломы? Родинки и папилломы говорят о том, что у вас есть высокая кислотность желудочно-кишечного тракта. Высокая кислотность ЖКТ. Или очень низкая кислотность. Одним словом, что-то нехорошо там с кислотностью у вас. Сколиоз шестилетнего мальчика. Необходимо давать кальций, цитра или цитрокальцимин, препарат Д3-йод, а также вертебрализ. Беременность 4 недели хочу прервать. Можете посоветовать как? Изменил муж. Что с вами, Марина? Что с вами? Как так можно вообще? Ребенок это божий дар. Если ребенка вы вынашиваете, выносите и родите. У меня когда-то была подружка, ее звали Люба. Она ко мне пришла и говорит, Андрей Андреевич, меня муж изменил, я не хочу с ним жить. Я хочу прервать беременность и так далее. Я говорю, ты не замужем, тебе уже почти 40 лет. А здесь тебе удалось ребенка завести. Доноси его. Когда родишь, мне отдай, если не захочешь воспитывать. Я говорю, а что ты боишься? У меня нет денег, я одна работаю. Ну вот родишь, когда отдай мне. У меня одним больше, одним меньше. У меня пятеро уже все равно. Я говорю, потом просто захочешь, сможешь видеться. Не захочешь, пусть со мной живет, я заберу. Вынашивай, все в порядке. Я к тебе в больницу приду, если нужно. Все как полагается. Если там что-то хочешь, как-то даже помогу. Потом она родила, позвонила и говорит, Андрей Андреевич, огромное спасибо. Ей год, был уже ребенок. Огромное спасибо, что надоумил родить. Это большое счастье и так далее. Дети это самое дорогое. Если человек хочет, чтобы у него была мотивация в жизни, если он хочет к чему-то стремиться, если он хочет, чтобы в жизни как-то удавалось что-то, ему дети нужны. Дети нужны. Я смотрю на своих детей и со временем начал понимать, что когда я смотрю, как дети играются, когда сам играешь с детьми, когда смотрю на чужих детей, то это увеличивает у меня физическую силу на следующий день. Вот вам и психические состояния человека. Оказывается, такое тоже бывает. Андрей Андреевич, скажите, можно ли купить в России ваш коалин? Наш коалин, как и все остальные препараты, можно купить в 24 странах мира. Каким образом это необходимо сделать? Дело в том, что у нас нет вывесок на наших логистических складах, которые находятся в разных странах мира. Такие склады логистические у нас находятся в разных странах мира. Вы заходите на сайт aduiko.com, после этого связываетесь с оператором. Он после этого понимает, где вы находитесь, и отправляет из близлежащего склада вам ваш препарат. В России у нас склад есть, в Новгороде, в Нижнем Новгороде, есть склад в Москве, есть склад где-то во Владивостоке, там где-то есть склады. Таким образом, если здесь по Украине отправить препарат какой-нибудь, отправить в Николаев, то он пройдет через три дня. А если некоторые препараты отправить из склада, допустим, недавно писала женщина, она из Тамбова, и говорит, только заказала препарат, он мне на следующий день приехал. Андрей Андреевич, как такое может быть? Это что, где-то рядом находится? Нет, это не рядом находится. Это так работают логистические склады. Они есть в Испании, Италии, в Греции, Португалии, Германии, в Англии, в Америке, где их только нет. Поэтому мы это все доставляем. Просто вы заказ этот выполняете с нашего сайта aduiko.com. Даже в Австралии с этого года будет. Какой препарат принимать из ТФ для увеличения роста тела? Девушке 18 лет, рост 150 сантиметров. Я считаю, что нужно с этим смириться. Дело в том, что сейчас уже доказано, что некоторые упражнения, которые выполняют некоторые индийские племена, особенно племена, которые все время прыгают вверх с копьями. Я видел видео когда-то там прыгают. Вот они самые высокие люди на земле. Также высокими людьми являются люди, которые живут в горах. Это черногорцы, они очень высокие. Дальше греки, горцы, они очень высокие. Там ингушеты, которые в горах живут, они очень высокие. С чем связано их проживание? Как ни странно, их проживание связано с тем, что горная жизнь, она дает еще особый уровень питания, в ходе которого есть три компонента. Первое, очень много мяса употребляют. Второе, очень много отдыхают они. И третье, очень чистый воздух. Очень чистый воздух. Когда находитесь, допустим, в Черногории, вот я в этом году ездил в Черногорию, что там особенное, почему там хочется находиться? Там абсолютно сладкий воздух в горах. И там абсолютно сладкая вода, которая течет отовсюду. Таким образом могу сказать, что компонент и черногорцы живут долго. Вы понимаете вопрос, почему? Потому что экология, она влияет тоже на определенное состояние человека. Конечно, жить в стране, где очень высокая радиация, где очень плохая вода, где в продукты питания добавлены стабилизаторы, консерванты, которые являются ядовитыми веществами, где отдушки пищевые являются токсическими элементами, которые добавляются от конфеты, заканчивая майонезом и даже стиральным порошком. То после этого становится понятным, что мы живем не в самом лучшем месте, не в самом лучшем мире. Капельки для глаз у вас есть. Предрасположенность к глаукому катаракта. Это Офтар. Люди, ну что с вами? Где купить? Как позвонить? Под роликом вся информация. Правильно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сохранный диабет. Первый тип. Печень увеличена. Волосы выпадают. Налет на языке. Посоветуйте. Какой препарат? Препарат необходимо принимать Каолин, а также необходимо принимать препарат Папулин, Каолин, Антитокс, Бактамакс. Пневмотос кишечника у ребенка. Ваши рекомендации. Препарат называется Метеофан нашей компании. По одной таблетке три раза в день. Пару рекомендаций дайте. Посоветуйте человека из ваших. Решила пробежать марафон. Интересует продукт ТЭФ. Что с вами вообще? Моего сына Ангиома. В голове болит голова. Появляется шишка на лбу. Врачи выписали Дитролекс. Начинает болеть руки и плечи. Помогите, пожалуйста. Какие препараты? Необходимо ребенку. Вот необходимо ладам. Второе, необходимо ребенку на лоб накладывать мазь такая у нас есть, живица. А также уксусную салфетку. А еще хорошо смешать любые узлы убирает. Смешать Каолин с мочой. Сделать из него лепешку. Наложить ее на марлю. Марлю эту наложить на лоб. И вот таким образом носить. Низкий гемоглобин 88 беременным. Что принимать? Из наших препаратов можно гемонем. А из медпрепаратов могу сказать по поиску таких препаратов железа, которыми я занимался здесь в Украине. Много очень пробовал я, когда Соня вынашивала и Машу, и Аню, и Розу. Больше всего помог препарат Тотема. Очень-очень эффективный. Очень рекомендую. Частично атрофирована правая часть лица на фоне воспаления тройничного нерва. Связан с ущемлением шеи. Как вы считаете, ботокс, который колет по ходу нерва, это выход? Нет. Я считаю, ухудшит состояние во много раз. Недавно была женщина, она пришла ко мне, ей ввели ботокс точно так же. И у нее сползло все лицо. Все сейчас восстановить невозможно. Пройдет где-то 4-5 месяцев, только после этого будет улучшение. Я считаю, что ботокс в лицо колоть не стоит, особенно в верхнюю часть лица. Если у вас когда-нибудь будет предложение, такое вам скажут, давайте мы вам там уберем морщины с олба, или там глаза вам поднимем и введем это посредством ботокса, знайте. Ботокс тяжелее, он очень тяжелый. Он настолько тяжелый, что он не срастается, не усваивается, а еще и вокруг себя создает процесс расслабления. Таким образом, ваша мышечная мускулатура отвиснет и просто все лицо сползет. Таким образом, если вот так вколоть себе ботокс морщины, то у вас лицо будет вот таким, то есть оно спустится вниз. Если ботокс в щеке, то у вас как у бульдога щеки начнут свисать. Ботокс в лицо нельзя. Я считаю, что только мужчинам, если они хотят выглядеть страшно, знаете, и то там. Для увеличения верхней губы там еще можно, если не боитесь, что она спустится вниз и будет по поясу висеть. Я могу сказать, что ботокс это то, что необходимо запретить для лечения, допустим, складок или там убирания чего-то на лице. Ботокс это уже прошлый век, сейчас этого ничего не делают. Скажите, пожалуйста, чем можно помочь при опасном щевле шее? Очень рекомендую использовать в местах боли варикавазиновую мазь. А также то, что я сегодня говорил, ингаляции, это ингаляции висмута, германии и серебра. Я очень рекомендую, кобальт вернее, не висмут, кобальт, я оговорился, препарата кобальта, германии и серебра. Кобальта, германии и серебра. Не висмута, а кобальта, извините. Чем спасти сына от алкоголизма? Ему 34 года. От алкоголизма могут помочь препараты антизав. Давайте препарат антизав по 2 таблетки 3 раза в день. Очень помогает настой гинкобилоба. Не знаю, где его брать. Псориатический артрит 10 лет. Какие препараты ТФ порекомендуете для лечения облегчения болей? Вот такую ингаляцию, о которой я сегодня говорил, необходимо делать. Также принимать в большом количестве серебро. По 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Диагноз бесплодие. Возможно, фаллопиевые трубы каким-то препаратом прочистить, расправить или это эко. Нет, можно попробовать принимать кинскит препарат. Очень много людей сейчас приходят и говорят 6 месяц, 7 месяц. Текут слезы на улице при пониженной температуре, зимой кошмар. При ярком солнце летом из носа течет слизь. На день не хватает платка. Что делать? Если приедете на морской курс, я за один морской курс у вас это полностью уберу. Это исключительно эзотерические методы. Можно ли с таблетками как-то это убрать? Можно препаратом кальция попробовать? Тоже не знаю, получится или нет. Избавиться от гепатита. Ответил аденомиоз. Рады вас видеть, как можно прислать вам подарок. Спасибо большое за вашу работу. Хочу закончить наш вебинар. Уже нужно его заканчивать. Хочу закончить вебинар вот чем. Сейчас в компании «Тибетская формула» работает партнерская программа. Для того, чтобы войти в партнерскую программу, вам необходимо войти, зарегистрироваться на сайте aduiko.com. После этого в правом нижнем углу нажать кнопку «Стать участвовать в партнерской программе» и получить ссылки. После этого посмотреть, как эти ссылки распределяются. И с каждой продажи, по какой бы ссылке ни зашел человек на сайт, если он пришел от вас, то вы будете получать 3% от общей закупки, которую будет делать этот человек. Большие это деньги или маленькие жизнь покажет. Могу сказать, что для тех, у кого сейчас не особо хорошо получается работать, не особо получается зарабатывать деньги, имейте много свободного времени, очень рекомендую работать в этой партнерской программе. Она очень легко делается. Если вы в партнерской программе, когда вы находитесь на сайте, можно взять чей-либо комментарий, после этого нажать на кнопку «Фейсбук» и после этого поставить комментарий и выложить на своей странице. Или на странице в других социальных сетях, или в группах, или отправить даже кому-либо сообщением. Изучайте эти системы, сможете на этом зарабатывать. Для того, чтобы делать ингаляции, я сказал ванадий, хочу оправиться. Не ванадий, а кобальт. Препарат кобальт. Это препарат нашей компании. Если у вас уже есть ванадий, можно и ванадия. Что кобальт, что ванадий. Но я могу сказать, что кобальт, у него эффективность лечения герпетических заболеваний выше. Препарат кобальт проявляет наиболее выраженную активность. Он подавляет репродукции вирусов на 100 раз. Это 21G больше, чем препараты золота снижает титровируса. Золото снижает титровируса на 1,5 иммуноглобулинов. А препарат серебра на 11 иммуноглобулинов. А препарат кобальта на 21 иммуноглобулинов. Таким образом, увеличивается количество снижения реакции, вернее не реакции, а снижения действия герпетического заболевания в много раз. В отличие от препаратов, допустим, подобного происхождения, какие не скажу. Все, я желаю вам успехов, до свидания. Я старался ответить на все вопросы, которые сегодня шли. Еще раз хочу сказать, сайт нашей компании aduiko.com. На этом сайте работают операторы, которые на протяжении каждого дня утром, в обед, вечером и ночью отвечают на все вопросы, независимо от того, кто звонит и с какой точки мира вы звоните. Если вы найдете это видео и вам оно понравится, очень рекомендую подписаться, чтобы получать больше новостей. Также вы можете стать партнером компании «Тибетская формула». Также вы можете в дальнейшем рекомендовать видео, которые вы находите на моем канале YouTube своим знакомым, своим близким, и рекомендовать тот сайт, который называется aduiko.com – «Тибетская формула». Хочу вам сказать, что это единственный сайт официальной компании «Тибетская формула». С вами был Андрей Дыко. До свидания. Выключайте, Саша. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...